Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня наш позывной «В защите Бога, и жива будет душа ваша». 8 марта не отменяется, но попадает на Великий пост. И сегодняшнее 8 марта – это не хризантемы и не «Ты сегодня мне принёс не букет озелых роз, не ромашки и не лилий». В общем, сегодня это не только цветы. Матери, рожавшие, жёны, знающие, что такое есть муж и нет мужа, сегодня на передовой боли и ответственности. Женское сердце, оно страдает всегда больше. Сердце настоящей женщины. Как говорит украинская пословица, «Кумуе тумуе», а маме беднее. То есть всем тяжко, а маме ещё тяжелее. И сегодня я хотел бы женщинам сказать словами поэта нашего военкора, военного корреспондента Симонова, строчками, которые родились в нём и стали классикой, золотым фондом русской словесности. Это стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грузь жёлтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придёт. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждёт. Там три большие страфы в этом стихотворении. Вот это из них первое. Симонов вообще, поэт, который, ну, может быть, наряду с некоторыми другими, выразил лучше всех переживания русской души в период вселенской тревоги. И мне кажется, что слово «жди» в данном случае является эвфемизмом таким, как бы, или заменой, всё-таки современа-то были понятны, слово «молись». Молись за меня, и я вернусь. Только сильно молись. Молись, когда наводят грузь жёлтые дожди и так далее. То есть вот здесь, мне кажется, он сказал бы по-другому, если бы времена были другие, но хотя бы сегодняшние. Последняя страфа этого стихотворения. Жди меня, я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять неждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Здесь тоже ожидание твое. Всё это молитвенное ожидание. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Вот такое сегодня 8 марта, дорогие сёстры, дорогие жёны, дорогие матери. А ничего другого нас не ожидало в будущем, потому что мир превратился в антихристовую деревню. Вавилонская блудница, пьяная от крови святых и держащая в руках чашу с мерзостями, она бесстыдно пляшет по миру, уверенная в том, что она не вдова, что она сидит царицей. И апокалипсис сегодня читается, как утренняя газета. Поэтому, конечно, мы будем поздравлять вас в этот день, невзирая на то, что пост, разные ограничения пищевые, да и вообще молиться нужно много. Молиться нужно о себе, за себя и за того парня. Но мы будем поздравлять вас, дорогие девушки, жёны, матери, бабушки, но именно в контексте выявления подлинности женской судьбы. Потому что рожавшая женщина – это воевавший человек. Много раз рожавшая женщина – это много раз воевавший человек. Достоинство рожавшей женщины даже у таких лютых язычников, как викинги, норманы, уравнивалось с достоинством воина, погибшего в бою. И женщина, проливавшая кровь на родильном столе, она вообще знает о жизни всё. То, чего не знают, чайлд-фри, а сатанелые феминистки, которые в Киеве в начале событий резали крест бензопилой, что было маркером духовной катастрофы страны, где были преподобные печерские отцы. Это многие пропустили, не заметили. В 2012 году бабы с голой грудью, топ-лесс, резали бензопилой под улюлюканье, под фотографические щёлки фотоаппаратов журналистских. Крест недалеко от украинского дома, недалеко от того, где стоит памятник князю Владимиру. Есть женщины и есть женщины, безусловно. Мы поздравляем настоящих женщин. Не чайлд-фри. Тех, кто умеют молиться, и тех, кто проливал кровь на родильном столе. Тех, кто был на грани жизни и смерти. Или те, кто согласны на эту судьбу, потому что Бог благословил им быть женщинами. Это особая доля, особый подвиг. Женщинами славилась русская земля. Она и сегодня хвалится женщинами своими, которые бывают часто умней, сильней, смелее, твёрже, чем широкоплечие мужики. Поэтому, дорогие сёстры, принимайте от своих мужчин-соседей, мужчин-сыновей, мужчин-отцов, мимозы, хризантемы, ландыши, если уже есть. Любой цветок, любой поцелуй, любой маленький подарочек. И знайте, что сильная женщина, умная женщина, целомудренная женщина делает мужчину несокрушимым. Просто ты умела ждать, как никто другой. Ты умела молиться, ты умела, как спартанская женщина, сказать сыну со щитом или на щите. В защите Бога, и жива будет душа ваша. Таков наш позывной на сегодняшний день. Христос с вами. Субтитры создавал DimaTorzok